Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного – научиться жить на Земле по-человечески. На протяжении всего глобального исторического процесса на планете были и остаются люди, опережающие свое время. Такие люди вне времени. Их идеи придают мощный, созидательный импульс развитию общества. Возрастные этапы что ли, духовного расцвета в том смысле, что ты многое уже понял. И тебя жизнь не уводит в сторону от тех проблем, которые ты поставил в угла угла своей жизни. Потому что, так или иначе, на всех предыдущих этапах жизни было очень много ошибок, было очень много таких тупиковых ходов. Вот сейчас такое ощущение, что основные ошибки уже пройдены. На своих ошибках и на чужих ошибках уже многому научился. И, пожалуй, только после 60 начинается процесс такой, если угодно, полноценной жизни. Когда вернуться в прошлое уже не хочется. Ну, конечно, с сегодняшним пониманием можно было бы, но понимаешь, что это противоестественно. Что если ты вернешься в 30 или в 40, то не хотелось бы, потому что опять будешь натыкаться на те же грабли и набивать те же шишки, от которых сейчас ты уже избавлен. Виктор Алексеевич Ефимов родился 18 мая 1948 года в деревне Брылино, Псковской области, в рабочей семье. Мать работала мастером на льне заводе, отец электромонтером. Именно атмосфера в семье Ефимовых стала той благодатной почвой, где сформировались важные качества Виктора Алексеевича, как воля, целеустремленность, любознательность. Если говорить о том, как сформировать судьбу человека, то запуск всех программ наших базовых, человеческих, да, происходит где-то в возрасте до 10 лет. И, наверное, просто повезло тем людям, и в том числе мне, кто провел эти годы в прямом контакте с природой. Если нет прямого общения с природой, то это не вина человека, это его беда, что ряд программ, заложенных у него создателем, они оказываются незапущенными и невостребованными. Здесь я благодарен судьбе за то, что детство мое состоялось вот в нормальных, естественных природных условиях. Жизнь, она вся складывается из мелочей, и часто говорят, что мелочи не имеют решающего значения, они решают все. И часто разного рода мелочи разбиваются и корабли семейного счастья, и судьбы людей, и так далее. Поэтому вот очень важно не упускать в жизни разного рода детали и житейские мелочи. А они прививаются, в общем-то, в семейном быте. Жизнь вот сельская, она была устроена удивительным образом, и все такие обычаи, традиции, привычки мои, они сформированы, конечно, в детстве. К примеру, я только в Петербурге потом узнал, что можно поесть и тарелку немытую оставить на столе или в раковине. Потому что у нас не было места, где тарелка, она или у тебя стоит за обеденным столом, или на полочке. Больше не было таких мест. Поэтому поесть, это значит, вот тарелочку поставить на место. И по-другому я себя не мыслил. Вот у меня были абсолютно жесткие такие поручения повседневные. Там принести дрова для печи, сделать это, это. И если, к примеру, отец приходил, я уже спал, и он видел, что я забыл дрова принести, то он меня за ногу вытаскивал из-под одеяла, и, в общем, я там демонстративно не одеваясь, шел в мороз на улицу, чтобы все видели, как я страдаю, и, значит, вот приносил эти дрова. И, конечно, тогда я не понимал отца, но с годами я понял, что, наверное, он был прав. После окончания в 1965 году Краснолучинской средней школы с золотой медалью, продолжая свой образовательный путь, в 1971 году Виктор Алексеевич, уже будучи женатым, окончил физический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. С 1971 по 1973 года проходил военную службу офицером в районах Крайнего Севера. После службы работал в научно-исследовательском институте имени Менделеева, на базе которого и защитил диссертацию. Далее следовало получение высшего политического образования и отдельная специализация по профилю финансы и кредит. Приобретенные знания Виктор Алексеевич применял на практике в своей трудовой деятельности в качестве секретаря райкома и горкома партии, руководителя Центра международных образовательных программ, председателя правления коммерческого банка, а также председателя Совета директоров, ряда крупнейших производств, перерабатывающей промышленности и аграрной сферы. В 2005 году Виктор Алексеевич стал ректором Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Под его руководством университет приобрел новые качества, стал активно развиваться в современных условиях. В это время шла активная работа над докторской диссертацией по экономике. И в 2009 году Виктор Алексеевич успешно ее защитил. Дело моей жизни – это, в общем-то, забота о любимой отчизне, что называется, начиная со своей маленькой родины, со своей деревушки, кончая родным городом Петербургом на сегодня и проблемами государственности нашей. И, я думаю, не случайно, вот, судьба меня вывела в конечном счете на аграрный университет, поскольку будущее нашей государственности, в моем понимании, определяется не пушками, танками, самолетами, а положением дел в аграрном секторе. Есть аграрный сектор – это инструмент, если угодно, сохранения геостратегического будущего нашей государственности, сохранения целостности, инфраструктурной целостности государства. Вот мне представляется, что это главное, чему служим все мы, работая в нашем университете. С начала 90-х годов Виктор Алексеевич ведет активную научную и просветительскую деятельность. Широкий спектр освоенных профессий стал мощным фундаментом для его общественной деятельности. Его материалы и лекции широко представлены в информационном пространстве и пользуются большой популярностью. Ну, если говорить о серьезной мировоззренческой информации, я действительно перед собой ставлю цель довести ее в максимально удобоваримом виде для восприятия. Но это не значит, что моя задача – быть понятым для всех. Дело в том, что есть люди добронравные, а есть злонравные. И многим эта информация не нужна в принципе. И они не хотят ее слышать. И им не нужно ее навязывать. И спор с ними абсолютно беспочвенен и бесполезен. И вот это нужно понимать. Нести правду – это всегда непростая задача. Кто те немногие, что век свой познавали? Ни чувств, ни мысли не скрывали. Отчаянно толпе навстречу шли. Их распинали, били, жгли. Сегодня ситуация изменилась. К таким людям прислушиваются. Ими вдохновляются. Соотносят свои жизненные цели с реализуемыми ими идеями. Но и у них есть свой источник вдохновения. Та жизнь без вдохновения действительно чрезвычайно сложна. И есть у меня очень серьезные знакомые, которые часто мне задают вопрос. Слушай, а зачем тебе все это нужно? И я им ничего не отвечаю в ответ. Я радуюсь тем обстоятельствам, которые складываются вокруг меня. Вдохновлением для меня являются та молодежь практически во всех регионах России. Меня вдохновляет мощнейшая команда молодежи Санкт-Петербургского аграрного университета. Я не знаю команды равной, команде нашего университета по творческому настрою, по поиску, по интересной жизни. Это, конечно же, вдохновляет. Я вижу просто результаты своего труда. Пока я востребован жизнью, востребован людьми, я буду делать то, что мне судьбой предназначено. Спасибо вам за ваш труд, Виктор Алексеевич. Это ваше время, ваша эпоха. Все только начинается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok